Если посмотреть в ближайшее будущее на местные выборы, эта ситуация критическая, потому что мы видели в нашем последнем исследовании, когда 90% в Северодонецка не знают больше 90, за кого они будут голосовать на местных выборах, ни за какую партию, ни за кого на мэра, даже на местном уровне, они не видят, за кого голосовать, это не только там, в Северодонецке больше 90% это, в общем-то, столица, и вопрос, а за кого они голосовать все-таки будут, за кого-то голосовать надо, и у меня очень большое опасение, что на выборы придет 10-15% и проголосуют за тех, кто им будет покупать гречку или просто расплачиваться деньгами, и это будет не просто то же самое, это будет гораздо хуже, будет гораздо хуже, поэтому кто-то может быть вообще, кто может заменить местную власть, которая себя дискредитировала, старая местная власть, ведь там еще старые советы, где абсолютное большинство партий регионов, которые не уважаются сейчас, в том числе и в этих регионах, немного коммунистов, которых вообще пропали фактически, кто может заменить местные активисты, которые много работают, которых люди знают, потому что общественные организации все-таки знают на местах те, кто работает, и нужно уже сейчас, очевидно, я сторонник того, чтобы внести изменения в избирательные законы, разрешить на местных выборах общественных организаций выставлять своих кандидатов, потому что организации знают, а людей часто не знают, потому что они не светятся в телевизоре, а у нас чего нет в телевизоре, того нет вообще. Ну еще в интернете уже немножко. Ну в интернете, но они тоже ведь не светятся в интернете, правда, поэтому. И люди иногда фамилии не запоминают. Надо, чтобы была идентификация с общественным организацией. Вот этот, это общественная организация, значит, эта организация за него отвечает. Очевидно. Очевидно, нужно местных активистов больше привлекать в структуры местной власти. Ну и не только активистов, есть и там порядочные люди. Надо их обучать, надо их привлекать, потому что очень часто жалуются, что на места все осталось по-прежнему. Ну это понятно, потому что в значительной мере на местном уровне замены власти не произошло. Поэтому вот. Второе, что меня очень тревожит, что выявило наше исследование, особенно вот в Северодонецке, Старобельске, это очень низкая активность самого населения. И вот такая ожидательная позиция, что вот вот киевская власть виновата, она должна все исправить. А когда мы спрашиваем, а что вы сами готовы сделать, оказалось, что очень и очень низкая готовность самим что-то сделать в своих городах. А вот интересно, если бы вы сравнивали с общей картиной вот каких-то предыдущих, старых даже исследований, вот в целом по Украине вот такая же вот пассивность населения? Вот как можно определить? Нет, нет, нет. Стабильно на Западе гораздо выше активности. И, скажем, даже если вот взять готовность брать участие в акциях протеста, ну это мы постоянно измеряем, и в Украине всегда высокая готовность, то, казалось бы, к власти пришли те, за кого голосовал Запад и центр преимущественно. Ну и там же выше готовность протестовать при необходимости. На Востоке и раньше вот готовность протестовать была ниже, а сейчас она вообще очень низкая. Поэтому нет. И социальная активность повышается в западном направлении, в восточном она ниже. Извините, я вас перебила, вы сказали, что вот низкая социальная активность. Может, что-то еще, на что-то еще вы хотели акции? Что еще вас вот беспокоит в этом исследовании? Ну вот это вот беспокоит, вот непредставленность политическая, когда люди утратили, которые не приобрели доверие к центральной власти киевской, нет там этого, а утратили доверие к той власти, которая там была и которая там остается местная. Ну, ДНР, ЛНР тоже не признают, и в общем-то где? Где представительство политическое и низкая активность? То есть формальный вакуум там образовался? Я бы даже сказала, выжженная территория, потому что она не сама по себе, а политически выжженная территория. И на этой территории что-то все-таки должно возникнуть. Как вы думаете, что может возникнуть? Это уже так вам просто как гражданину, общественному деятелю, что-то может возникнуть с вашей точки зрения? Ну, я думаю, хотя бы на местном уровне вот эти вот те молодые люди, и не самые молодые, но очень активные, которые в общем-то из кожи вон лезут, чтобы наладить там жизнь. Я думаю, что вот они должны быть. Кто-то же должен, кто-то должен это все двигать. Вот они должны это двигать. И мы, и вы с ними сталкиваетесь, и я с ними сталкиваюсь, проводим круглые столы, и они просто чрезвычайно усилия предпринимают, чтобы наладить там жизнь, хотя бы потому, что это их. Они ощущают, что это их. А к сожалению, большинство населения там сидит и ждет.